всем привет с вами александр трофеменков и сегодня готовим рулет с клубникой сезон клубники хочется попробовать эту ягоду в самых разных подачах сегодня я предлагаю вам приготовить очень простой и быстрый рулет в составе которого будет очень легкий воздушный бисквит взбитый крем с маскарпоне и ванилью а также клубничные конфи с кусочками целой клубники особенно ценным в этом рулете для вас будет рецепт бисквитного теста который легко сворачивается в рулет и не трескается также мы приготовим конфи и крем с очень малым количеством сахара что отразится на вкусе только в лучшую сторону если хочется сделать рулет послаще посыпьте его большим количеством сахарной пудры в конце и итак начинаем приготовление приготовление начинаем с крема шанти из маскарпоне для этого первым делом нам нужно сделать инфузию настоять молоко со стручком ванили для этого нам нужно со стручка ванили выскрести семена разрезаем его вдоль выскребаем все семена и отправляем в молоко сам стручок не выбрасываем тоже его можно использовать для инфузии для настаивания в нем достаточно много ароматических веществ поэтому используйте это в молоко дальше добавляем сахар и отправляем нагреваться до 60 градусов и затем накрываем пленочкой или крышечкой даем настояться в 15 минут прошло 15 минут молоко настоялось с ванилью стало очень ароматным теперь добавим сюда желатиновую массу предварительно молоко нужно снова подогреть чтобы желатин разошелся либо можно растопить желатиновую массу как угодно и тот и тот способ работает все перемешиваем до полного растворения желатиновой массы и затем выльем молоко с сахаром и желатиновой массой на маскарпоне в этом рецепте вместо маскарпоне вы можете использовать и другой сливочный сыр но важно помнить о том что филадельфия например немножко соленая у маскарпоне такой более нейтральный сливочный вкус который в этом рецепте нам нужен именно таким то желатиновая масса растворилась выливаем все это на маскарпоне и пробиваем блендером до объединения и хорошей эмульсии после того как маскарпоне молоко сахар и ваниль мы пробили блендером переливаем это в удобную емкость для смешивания и добавляем холодные сливки важно чтобы сливки были действительно холодными так как именно благодаря ним наш крем наш шантий будет затем взбиваться приобретать объем гладкую текстуру поэтому сливки мы не греем в этом рецепте используем их холодными все добавляем сливки перемешиваем хорошо лопаткой либо венчиком в этот раз уже блендером не пробиваем так как пробив холодные сливки блендером мы нарушим структуру жиров и крем шантий который затем мы будем взбивать будет более жирный не такой приятный по текстуре поэтому сейчас просто перемешиваем на этом этапе крем готов накрываем его пленочкой в контакт и отправляем в холодильник на 12 часов за это время желатин стабилизируется молочный жир который присутствует в сливках и в сливочном сыре тоже стабилизируется и в итоге наш крем завтра после взбивания будет иметь очень хороший объем легкость и приятную текстуру приготовление бисквита начинаем с того что отдельно взбиваем желтки и белки если у вас есть два миксера вы можете сделать это параллельно прекрасно если миксер один то всегда начинайте взбивание желтков и так отправляю желтки в чашу миксера добавляю к ним меньшее количество сахара и начинаем взбивать на максимальной скорости с помощью венчика через несколько минут когда желтки взобьются до вот такой красивой объемной текстуры очень густой воздушные пены светлого цвета можем останавливать миксер и убирать их пока в сторону сейчас будем взбивать белки тем временем желтками ничего не случится они могут спокойно подождать именно поэтому мы взбиваем их первыми с белками так не может быть если мы оставим их в сторону после того как они полностью готовы они неизбежно опадут и в итоге их текстура будет не совсем подходящая для использования и так берем белки выливаем в чашу миксера и начинаем взбивать на средней скорости сначала нам нужно дождаться момента когда появится легкая пена белок потеряет свою такую достаточно густую вязкую текстуру начнет вспениваться вот только тогда сможем добавлять сахар и продолжать взбивание до необходимой нам текстуры когда белок вспенится через буквально минуту-полторы покажу вам текстуру она должна быть вот такой здесь нет никакой стабильности просто образовалась легкая пена на поверхности белка она дне чаши он все еще жидкий но при этом он абсолютно жидкий без таких вязких или более густых частей вот такая пена получается на этом этапе можем начинать добавлять сахар делаем это постепенно не всыпаем весь сразу чтобы у него была возможность раствориться разойтись в белке и продолжаем взбивать на средней скорости через несколько минут после добавления сахара меренда готова останавливаем миксер и покажу у нее текстуру она вот такая очень объемная воздушная легкая и предстотная гладкая с ней будет легко работать без проблем и сможем перемешать ее со струнными ингредиентами и она даст максимум объема для нашего бисквита очень важно меренгу не перезвить иначе она станет рыхлой потеряет объем и бисквит в итоге не получится такой воздушный и эластичный теперь смешиваем готовую меренгу и взбитую желтковую массу делаем это следующим образом берем часть белков где-то треть и объединяем с взбитыми желтками делаем это достаточно интенсивно просто перемешиваем первую порцию меренги смешиваем желтковой массы не особенно деликатно нам нужно просто объединить две текстуры поэтому достаточно просто перемешать лопаткой либо венчиком но следующие две порции будем добавлять уже осторожно аккуратно перемешивая чтобы не потерять объем и так добавляю вторую порцию и аккуратно перемешиваю лопаткой снизу вверх при этом вращая чашу так смешивание происходит быстро и эффективно таким же образом добавляем последнюю третью часть меренги и деликатно перемешиваем чтобы весь объем из меренги сохранился после смешивания меренги и взбитой желтковой массой получается вот такая воздушная легкая достаточно стабильная текстура масса не растекает содержит форму очень блестящая глянцевая красивая теперь следующий этап это добавление сухих ингредиентов в нашем случае это пшеничная мука она просеяна и это очень важный момент для того чтобы получить однородное тесто без комочков добавляем муку постепенно и таким же движением как мы смешивали меренгу перемешиваем ее с остальными ингредиентами после добавления муки текстура теста получается в принципе практически не меняет свою текстуру немножко теряет в объеме но при этом остается такой же стабильной воздушной и легкой здесь важно убедиться что частичек не перемешанной муки нет для этого хорошенечко нужно пройтись по стенкам и по дну чаши в которой вы смешиваете или миски теперь следующий этап и последний будем добавлять растительное масло и молоко эти два ингредиента сделают наш бисквит очень эластичным гибким сочным и мягким при этом при хранении в холодильнике он не будет высыхать именно благодаря добавлению растительного масла будет оставаться очень сочным еще один важный момент эти два ингредиента должны быть комнатной температуры поэтому если молоко было вас в холодильнике рекомендую его подогреть микроволновки либо на плите где-то градусов до 35-40 это обеспечит равномерное распределение молока в бисквитной массе и в итоге такой бисквит будет только нежнее и будет еще более эластичным смешиваю молоко и растительное масло и начинаю понемногу добавлять смесь этих двух ингредиентов в бисквитной массе делать это нужно постепенно постоянно перемешивая потому что эти ингредиенты будут небольшой охотой объединяться с взбитыми белками и желтками поэтому важно это делать постепенно каждый раз хорошо перемешивая после того как растительное масло и молоко перемешаны тесто получается вот такой красивой глянцевой текстуры блестящие она становится немного более жидким это нормально самое главное чтобы она все еще оставалось воздушным и можно было увидеть множество маленьких пузырьков воздуха и так теперь тесто готово к выпечке я буду его распределять на противень с силиконовым ковриком и вот такой вот вот таким ковриком с бортиками его размер 35 на 35 сантиметров но можно в принципе выпекать бисквит просто на противне с силиконовым ковриком и распределять и прекрасно все получится также можно выпекать бисквит в рамке определенного размера поливаю тесто форму и с помощью лопатки с изогнутой шеи равномерно распределяя теперь будем бисквит выпекать температура выпечки 180 градусов и по времени это 8-10 минут конечно же ориентируйтесь на то как печет ваша духовка возможно это займет больше либо меньше времени основное правило это чем тоньше бисквит тем выше температура выпечки и меньше времени прошло 10 минут бисквит готов сейчас покажу вам как определить его готовность для этого нужно слегка надавить на его поверхность пальцами и если бисквит пружинит он полностью готов также это можно сделать я имею ввиду проверить готовность можно проколов бисквит шпажкой если она выходит сухой то это тоже признак того что бисквит полностью готов и его можно доставать из духовки теперь оставляем бисквит охлаждаться при комнатной температуре где-то минут 30-40 после чего можно приступать к сборке рулетом теперь приготовим клубничный конфи для него нам понадобится конечно же пюре клубники его можно приобрести готовое замороженное либо пастеризованное либо также можно приготовить самостоятельно из свежей или замороженной клубники отправляем пюре в сотейник ставим на огонь и нагреваем у меня пюре замороженное поэтому нагреваю воду температуры около 30 градусов если у вас пюре и свежей клубники комнатной температуры то нагревать его не нужно туда же к пюре отправляем сироп глюкозы этот ингредиент позволит сделать начинку менее сладкой более пластичной и более сочной но если сиропа глюкозы нет можно просто заменить половину его веса сахаром у вас будет тоже очень неплохой результат и к пюре клубники также добавляем лимонный сок для того чтобы сбалансировать кислотность чтобы начинка была свежей приятной и пока пюре нагревается растапливается подготовим свежую клубнику я хочу чтобы внутри рулета в конфи были кусочки клубники они придут дополнительную текстуру и более аппетитный внешний вид поэтому берем свежую клубнику и нарезаем на небольшие кусочки когда пюре растопилось и нагрелась до температуры 30 градусов можем добавлять остальные ингредиенты загущать наши конфи мы будем с помощью пектина и наш это пектин который работает с небольшим количеством сахара и достаточно широком диапазоне кислотности можно загущать любые фруктовые пюре или соки и он идеально подходит для различных ягодных и фруктовых начинок для того чтобы с ним работать нужно его предварительно смешать с сахаром для того чтобы он не взялся комочками в нашей будущей начинке хорошо смешиваю и начинаю добавлять постепенно при постоянном помешивании в слегка подогретое пюре важно чтобы оно не было горячим иначе опять же пектин может взяться комочками и это не очень желательно потом их разбить будет очень сложно после добавления сахара с пектином увеличиваем нагрев и при периодическом помешивании доводим наше пюре до кипения это нужно для того чтобы активизировать пектин варить долго не нужно достаточно буквально 30 секунд как только пюре закипела и проварилась около 30 секунд уменьшаем нагрев и добавляем клубнику важно ее слегка проварить тоже буквально 5-10 секунд для того чтобы она пастеризовалась и была безопасна для употребления и хранения внутри готового изделия после добавления клубники даем конфи закипеть и как только это произошло снимаем его с плиты и переливаем в чистую емкость затем накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник до полного застывания это займет минут 30 час практически финальный этап перед сборкой крем шантий пробыл в холодильнике 12 часов стабилизировался теперь можем его взбить перемещаем крем в чашу миксера сейчас он выглядит вот таким жилированным это нормально так и должно быть и венчиком на средней скорости начинаем взбивать крем готов его финальная текстура выглядит вот так как мягкое мороженое крем не слишком сильно взбит а это значит что он будет приятен по текстуре будет нежный будет таять в рту и не будет ощущение чрезмерной жирности или сухости после того как бисквит охладился можем достать его из формы или вырезать из рамки для этого проходимся вот таким образом по контуру он легко отходит и затем переворачиваем его на противень теперь снимаю форму вот эта красивая сторона бисквита будет украшением нашего рулета поэтому переворачиваем бисквит этой стороной вниз и укладываем на подготовленный лист пергамента вот теперь бисквит готов к сворачиванию рулета можем приступать когда клубничное конфи полностью охладиться она будет иметь вот такую жилированную текстуру для того чтобы его с легкостью можно было использовать и равномерно нанести на бисквит нужно его предварительно хорошо перемешать лопаткой либо венчиком после перемешивания распределяем клубничное конфи тонким ровным слоем на поверхность бисквита теперь готовый крем перекладываем в кондитерский мешок с насадкой диаметром 12-14 миллиметров насадка круглая далее поверх конфи распределяем наш взбитый шунти тонким равномерным слоем и и Далее с помощью пергамента аккуратно сворачиваем рулет. Я буду медленно поднимать пергамент, позволяя рулету скрутиться самому по себе. И после каждого оборота буду слегка прижимать так, чтобы он был ровный, аккуратный и пустот воздуха не было нигде. В конце, когда рулет уже будет почти полностью свернут, останется где-то треть длины, то начинаем сворачивать в обратную сторону. Беру пергамент с обратной стороны и заворачиваю вот этот край, вот этот край бисквита на себя и подворачиваю под рулет, так чтобы шов был внизу. Теперь для того, чтобы рулет имел аккуратную и ровную форму, с помощью линейки или чего-нибудь достаточно плоского и крепкого, сделаем следующее движение. Поверну так, чтобы вам было виднее. Нужно установить линейку вот здесь и потянуть за нижний пергамент так, чтобы рулет от этого движения свернулся и стал более плотным, более округлым. В таком виде отправляем рулет на стабилизацию в холодильник минут на 30, а лучше на час. После чего будем декорировать и дегустировать. Пока рулет охлаждается, подготовим для него декор. Для этого берем клубнику, стараемся выбирать одинакового размера и нарезаем ее на дольки пополам. Вот таким образом. Затем срез каждой ягоды покрываем слегка подогретым напажем, чтобы клубника не обветривалась, а оставалась сочной и блестящей. Делаю это с помощью кисточки. Аккуратно наношу тонкий слой. После того, как рулет хорошо охладится, а крем внутри стабилизируется, можем его декорировать. Но первым делом обрежем края и подровняем рулет. Где-то сантиметра с каждого края обрезаем. Далее декорируем поверхность рулета сахарной пудрой. Я хочу сделать достаточно широкую полосу из сахарной пудры посередине рулета. И чтобы она получилась ровной, воспользуюсь следующим методом. Возьму две опоры, какие-нибудь подставки, которые равны высоте рулета, либо немножко выше. И две линейки. Также положу полосочку из картона посередине, чтобы у меня было место, куда отсаживать крем. И теперь посыпаю сахарной пудрой. Теперь посередине рулета отсаживаем ровную полоску из крема шантий. Теперь на поверхность крема выкладываем клубнику, создавая аппетитный ритм. Наш рулет готов. Он получился очень мягким и воздушным. С первого взгляда рассказывает нам о своем вкусе. Клубника со взбитыми сливками. Он имеет очень аппетитную поверхность и высокий бисквит прекрасно дополнит вкус своей печеной текстурой. Приготовьте этот быстрый и простой рулет. Порадуйте себя еще одним очень вкусным и легким клубничным десертом.